В окрестности нуля, потому что, очевидно, что тут особенность, которая подходит в углу, а там ограничено. Услови на поведение вблизи границы. Нет, просто интеграл записан. Ну, от нуля бывает все. Вот в условии 3 давайте вернемся. Это самое необходимое достаточное условие. Услови направлен через. Вот это условие 3. Как проверить его выполнение? Оно выполняемое или нет? Ну, надо иметь решение в ВАЭ. В ВАЭ существует известное решение. А на счет выполнения как проверить? Функция будет проверять. Вопрос следующий. Задача была следующая. Вот мы здесь пишем условия. Без вот этих условий, без требований вот этих условий, прежние условия, которые были вот эти. В этом случае, наши условия, это не искалякое произведение в специальном гибертовом пространстве. А это ... Я имею в виду, может, для каких-то конфигентных уравнения где-то вот показать, как оно имеет место. Нет. Вообще-то оно имеет значительность? Вот равенство 3. Или нет? Ну, имеет место, почему же, не имеет место. Для конкретных уравнений где-то... Насколько я понял, вы рассматриваете граничную задачу, граничные условия удовлетворяются в смысле густины, да? Ну да, так получается. Граничные условия, да. Да, может быть, это не корректно может быть вопрос, на те теоремы, которые вы получили, необходимые достаточно условия, насколько свидетельствует, это естественность этих таких посадово-граничных задач. А если раз необходимые достаточно условия, значит, задачи очень подходят. Ну, в смысле как? Естественность в каком смысле? Ну, вчера же мы слышали обдорный, хороший принципу доклада, там понятно было, зачем это условие надо ставить. Вы имеете ввиду рассматривать этого? Ну, вы получаете такое пространство, необходимые достаточно, чтобы засчитывать. Это условия естественные, граничные. Математика, по-своему, естественные, поэтому естественных условий там не бывает. Не такой постановки задачи, естественные. Вы же по-разному потребляете. Можно я какой-то небольшой комментарий, Дан? Пожалуйста, Антоник Константинович, два слова. Пожалуйста, позволите мне два слова сказать. По-видимому, вы слишком быстро говорили, люди просто не уловили основную нить. Из-за этого возникли вопросы. Ситуация такая. Ну, вот без младших членов, ну, есть постановка задачи. Хорошо, она, есть однозначная разрешимость, есть процентка, и она несколько ослабляет обычные требования, классические. Да, все как будто бы нормально. А добавим младших членов, что будет, если добавим младших членов? Если мы их добавим не очень плохие, то, как сказал Баграм Шерайович, будет все точно так же, как было раньше условия, как W-2-1, если они достаточно хорошо себя ведут уграницы. Вот. Тот же набор собственных функций, те же собственные значения, тот же набор собственных функций у соответствующих операторов, и те же условия разрешительства. То есть ничем не хуже предыдущего. Но можно ослабить условия на коэффициентах, сделать их сильно растущими вблизи границ. Вот это изначальные условия. Они позволяют коэффициентам сильно расти вблизи границах. Тогда вы не сформулируете W-2-1 просто условия. Не можете вы там написать собственные функции W-2-1. Вот их нет там просто, не бывает. Вот задача неразрешима будет. Тогда в этой ситуации условий, естественно, их будет столько же. Но они уже запишутся, конечно, более громоздко, в специальном гельберском пространстве, в котором уже эти функции лежат. Вот я, по-моему, прокомментировал. А насколько естественно или нет, они же ведетельцы. Вопросы вациональны, конечно, сам решают. Спасибо.